Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полторы тысячи человек перестали быть обманутыми дольщиками. В Самарской области подвели итоги года в строительной отрасли. Три награды для нашего телеканала. В Самаре подвели итоги престижного журналистского конкурса на призы губернатора. Прикоснуться к истории в областном художественном музее продлили уникальную выставку картин и фотографий, посвященную Самарскому краю. Объектов меньше. По итогам 2020 года в регионе от статуса обманутой дольщик избавились полторы тысячи человек. Об этом стало известно на совещании, посвященном итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Какие планы по строительству стоят перед регионом на этот год, узнала Лариса Шалафаст. Почти полтора миллиона квадратных метров жилья сдано в регионе по итогам 2020 года. Это 98% от плана национального проекта «Жилье и городская среда». На совещании в формате видеоконференции подводят итоги года в строительной отрасли. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в прошлом году в городе ввели почти 465 тысяч квадратных метров. Показатель Самары на этот год – 819 тысяч квадратных метров жилья. Запланировано выдать 27 разрешений на строительство. Все эти компании абсолютно нам известны, мы с ними тесно взаимодействуем. И свою задачу видим в том, чтобы все документы для сдачи на получение разрешения на строительство, они сдали вовремя и качественно. В настоящий момент уже для получения разрешения на строительство для указанных застройщиков выдано 10 ГПЗУ, выдано 5 разрешений на разработку ППТ. Администрация оказывает для застройщиков полное сопровождение методологическое. Готовим все документы вместе и все возникающие вопросы, которые есть у застройщиков. Мы решаем, мне кажется, максимально короткий срок. Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру строительства Евгению Чудаеву и председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову вести тщательный мониторинг ситуации с вводом жилья по каждому муниципальному образованию и не реже одного раза в две недели проводить совещание по исполнению планов строительства. Я бы хотел, чтобы эти показатели не только фиксировали ввод жилья, но и усилия, которые предпринимают, и те задачи, которые они решают, совершенствование градостроительной документации, деятельности в целом, для того, чтобы создавать условия переезжающего строительства в последующие годы. Глава региона обратил внимание на то, что 27 муниципальных образований из 37 в прошлом году увеличили ввод жилья по сравнению с 2019. В этом году в области планируется выдать 44 новых разрешений на строительство. Это на 17 больше, чем в прошлом году. План на 2021 год для региона построить и ввести в эксплуатацию 1 миллион 700 тысяч квадратных метров жилья. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день 37 157. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 269 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 34 256 пациентов. В Самаре продолжается масштабная кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции. В столицу региона поступила очередная партия вакцины «Спутник Ви». В первую очередь прививают сотрудников в социальной сферы – медиков, педагогов, работников торговли. Особое внимание уделяют гражданам старше 50 лет и сотрудникам крупных промышленных предприятий региона. Они не входят в группу риска, но могут страдать различными хроническими заболеваниями. Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом. Также в течение полугода не прививаются те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Вакцинация населения является добровольной и бесплатной. Об этом говорили на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Начинаем с 50 лет, а потом заканчиваем остальными. То есть мы в первую очередь их прививаем. Сразу с них начинаем. Но привьем всех. А тем временем Самарская область оказалась в лидерах по числу заявок на вакцинацию на портале Госуслуг. Больше поступают только от жителей Москвы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В топ-5 регионов, жители которых хотят вакцинироваться, вошли также Московская, Сахалинская и Тюменская области. Напомню, запись на прививку от COVID-19 через портал Госуслуг началась 18 января в тестовом режиме. А с 31 января появится специальная форма записи. Счетчик по закону. Жители почти 500 домов в Самаре получили квитанции за услуги ЖКХ, в которых появилась удивившая их сумма. Дело в том, что в их МКД установили общедомовые приборы учета. Кто должен платить за установку такого оборудования, выяснила Лариса Шалафаст. В этой самарской многоэтажке на аэродромной учет тепла и горячей воды теперь идет по факту потребления, а не по нормативу. С одной стороны экономия, с другой – сумма за установку самого прибора учета, который жители узнали только в начале января. К нашему удивлению, в первых числах января жильцы нашего дома получили платежки, квитанции, в которых обозначено было, что на трехкомнатные квартиры нужно, оказывается, заплатить 5,5 с лишним тысяч, на двухкомнатные – около 5 тысяч, и стоимость установки этого счетчика, оказывается, обошлась 347 тысяч, и все это будет за счет жильцов. Мы крайне этому удивлены. Общедомовыми приборами учета тепла в Самаре ресурсоснабжающая компания оснастила почти 500 домов. Это было сделано в соответствии с требованиями федерального закона номер 261 об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, который обязывает ресурсоснабжающие компании устанавливать счетчики, а владельцев квартир компенсировать затраты на установку оборудования. Оплатить расходы за монтаж можно как единовременно, так и равномерными долями в течение пяти лет. Оплатить сразу эту сумму – это первый вариант. Второй вариант – не оплачивать, тогда ресурсоснабжающая организация будет высылать квитанции из расчета 1,6 от этой суммы, то есть с рассрочкой на 5 лет. Но в любом случае собственники это должны оплатить. Все те, кто они будут оплачивать, значит ресурсоснабжающая организация имеет право подавать в суд и через суд, естественно, она все равно эти деньги вернет. При наличии счетчиков жильцы платят только за то, что фактически потратили. Кроме того, не нужно платить за тепло летом, когда услуги по отоплению не оказываются. Сейчас необходимыми приборами учета оснащены порядка 30% домов города. В этом году эта работа продолжится. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Россияне смогут брать деревянные дома в ипотеку. Банки в прошлом году одобрили только треть поданных заявок на кредиты. А Самарская область оказалась в числе регионов-лидеров по разработке программного обеспечения. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. В России решили развивать деревянное домостроение. Для этого даже планируют ввести ипотеку на покупку деревянных домов. Такая мера должна помочь развитию лесной отрасли, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, сегодня в стране производством домокомплектов занимается 65 компаний. Однако таким способом возводят только 3% всех строений. С помощью ипотеки планируют увеличить спрос на такую продукцию и снизить на нее цену. Напомню, в 2020 году россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов – 1 миллион 700 тысяч – на общую сумму почти 4,5 триллиона рублей. При этом банки в прошлом году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. По сравнению с 2019 годом, доля удовлетворенных обращений упала на 3% пункта и обновила трехлетний минимум. Банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Чаще всего отказывали в автокредитовании и выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам. Они удовлетворили свыше 70% обращений за судами на жилье. И это даже больше, чем в предыдущие годы. Розничные цены на бензин после недолгого затишья снова пошли вверх, сообщают аналитики. На прошедшей неделе бензин дорожал во всех округах. Серьезнее всего в Ингушетии, Забайкальском крае и в Сахалинской области на 30 копеек за неделю. В остальных регионах рост составил до 25 копеек. Самарская область вошла в топ-8 регионов по уровню разработки программного обеспечения. Рейтинг составили федеральные эксперты на основании данных Центробанка России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг в регионах. Во многом успех компаний разработчиков программного обеспечения зависит от бизнес-климата в каждой конкретной области. Высокое место Самарского региона в рейтинге свидетельствует о наличии диалога IT-бизнеса и власти, сообщают в пресс-службе правительства. Рубль продолжает укрепляться. Официальный курс доллара на 21 января 73 рубля и 36 копеек. Доллар снизился на 37 копеек. Евро 89 рублей и 15 копеек. Европейская валюта потеряла 6 копеек. Нефть марки Brent 56 долларов и 39 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За прорыв в сфере интернет-технологий. На торжественной церемонии работал наш корреспондент Анатолий Головко, который готов поделиться подробностями. 2020 год стал по-настоящему прорывным для телеканала «Самара ГИС». Наша команда сумела завоевать сразу три награды в областном конкурсе журналистских работ на призы главы региона Дмитрия Азарова. Профессиональное жюри выбирало лауреатов из огромного количества заявок. В номинации «Год памяти и славы» за призы боролись 60 областных СМИ. «Самара ГИС» получил специальную награду за создание цикла проектов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ежедневно наши телезрители вместе с журналистами переворачивали неизвестные страницы истории запасной столицы. Узнавали о лицах и именах победы и становились свидетелями важных для страны исторических событий. Мы проделали огромную работу, чтобы подвиг ветеранов и тыловиков навсегда остался в памяти жителей Самарской области. Когда мы с вами все вместе начинали делать этот проект вместе, когда мы выбирали лучшие проекты по изданиям, когда мы впервые, все СМИ были вместе, объединенные этим проектом, наша задача была найти ту грань, чтобы не перепафосить, не впасть вот в эту вот пафосную историю, а придать абсолютно человеческое лицо. Я считаю, что нам это удалось. Мне хотелось бы благодарить всех представителей средств массовой информации за то, что в нашей области нашлось такое количество уникальных проектов, которые по достоинству оценила высокая жюри. Спасибо, коллеги. Профессиональная жюри оценила достижения телеканала «Самара ГИС» в разделе «Интернет-издание». Мы получили диплом областного отделения Союза журналистов России за прорыв в сфере интернет-технологий. Эта награда стала второй по счету, ведь в прошлом году портал признали лучшим в номинации «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент «Самара ГИС» — единственный в городе телеканал, у которого есть активное мобильное приложение на базе iOS и Android. За новостями в нашем телеграм-канале следят более тысячи самарцев. Твиттер телеканала «Самара ГИС» накануне перешагнул рубеж в 8 тысяч подписчиков, а на нашем YouTube-канале более 26 миллионов просмотров. На торжественной церемонии губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил лауреатов конкурса за ежедневный кропотливый труд и чуткое внимание журналистов к проблемам жителей Самарской области. Глава региона отметил, что все достижения и успехи Самарской области во многом стали возможны благодаря работе СМИ. «Журналист, профессиональный журналист — это, конечно, человек особый, для которого понятие журналистской этики, чести, достоинства, справедливости, желание дойти до сути и разобраться вопросом, желание помочь людям, желание открыть глаза обществу на какую-то проблему и вместе найти решение — все эти понятия — не пустые слова для настоящего журналиста». На достигнутом наш сплоченный и дружный коллектив не останавливается. Уже в этом году зрители телеканала «Самарагис» увидят целый цикл новых передач, специальных репортажей и актуальных сюжетов из жизни большого города. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Спорт для всех. Морозная погода позволила открыть порядка 120 ледовых площадок в разных районах Самары. Активный досуг на катках выбирают многие жители и гости города. Муниципальные предприятия поддерживают порядок, ежедневно обновляя ледовую поверхность. Занятия на катках проводят тренеры-общественники, работу которых курируют районные администрации. Как готовят качественный лед и насколько ледовые виды спорта популярны, узнал Олег Зверев. Снежная струя выбрасывает за борт впоследствии вечернего снегопада. Парк дружбы. Раннее морозное утро. А уже к полудню обновленный лед будет готов принять как профессиональных спортсменов, так и любителей катания. Обновление катка – ежедневная процедура. После расчистки на поверхности разольют четыре бочки воды. Как добиться хорошего качества, рассказывает сотрудник предприятия парки Самары, в ведении которого четыре ледовые площадки. Прежде всего нужно любить свою работу, с большим удовольствием каждый утро выходить, потому как именно с утра начинаются все работы на катках. Оптимальная температура, самая оптимальная и для заливки, и для катания – это в районе минус 10 градусов. Это комфортно ощущается и тем, кто присутствует на льду, комфортно и работникам, комфортно и технике. Перед заливкой на площадку выходят рабочие с лопатами, чтобы убрать все до последней снежинки. Дело не из легких, но, по словам рабочего Натальи Житовой, награда за труд – бодрость духа и крепкое здоровье. Несколько КАМАЗов-то КАМАЗ точно мы чистим, если вот снег тогда. Сегодня вот пушистый снег хорошо кидается, а когда вот он отлежался, его тяжело, конечно, кидать. Ну мы со спортсменами, наверное, можем потягаться. У них быстрота, у нас выносливость. Поливальные машины объезжают ледовую колду по спирали, так чтобы вода попала на каждый участок поверхности. На улице минус 20, и лед всхватывается моментально. Далее предстоит шлифовка, и обновленная поверхность готова принять посетителей. Сквер Фадеев был благоустроен по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году. По просьбам жителей поставили ледовую коробку, которая, как и те, что открыты на площади Куйбышева, стоит на обслуживании предприятия «Спецремстройзеленхоз». Ежедневный уход, подметание и заливка, и тогда каток будет ровный. Ну мы относимся тщательно, конечно, стараемся, чтобы люди испытывали удовольствие от катания на катке, чтобы он был не шершавый, гладкий. Но жители довольны, и детвора тут играют в хоккей, здесь соревнования устраивают местные микрорайоны. Мальчишек, радостный народ, коньками звучно режет лед. Энциклопедия русской жизни на все времена. Правда, на ледовой арене девчонки тоже не теряются. Но в отличие от классики 19 века, катание проходит под руководством общественного тренера. Светлана Серединская, специалист с 30-летним стажем. Комплекс упражнений начинается в спортивном зале с общеукрепляющих занятий. Только после этого молодежь ставит на лед. Инструктор по спорту проводит занятия в Куйбышевском районе на площадке «Новый рубеж» в выходные дни. Комплексное благоустройство здесь завершилось в прошлом году в рамках губернаторского проекта «Содействие». Прекрасный лед. Дети занимаются с удовольствием. В субботу и воскресенье приходят целыми семьями и взрослые. Обучаем азам фигурного катания. В общем, всем нравится посещаемость. Практически, вот видите, каток заполнен детьми. Ледовые дружины выходят на арену в свободное от учебы время. Когда-то эти ребята учились вместе в одной школе. Теперь они студенты, разъехались по разным колледжам. Но остались верными команде детства. Тем более, что покорять хоккей им помогает профессиональный наставник. Если посмотреть на ребят, которые катаются, то есть там у кого-то полная форма, кто-то одевает минимум щитки, краги, шлем самое обязательное и катаются. То есть, ну, говорить о том, что эти ребята станут профессиональными хоккеистами, тут не приходится. Просто это для спор, для души, для здоровья, для того, чтобы ребята не забывали, что помимо компьютерной, виртуальной реальности, есть еще самое обычное, вот, каток, клюшка, то, как мы проводили детство свое. Из зимних видов спорта хоккей – самая популярная игра. Благо, что в России климат способствует его развитию. Кто знает, может быть, именно эта площадка станет стартовой для олимпийского чемпиона. А для всех остальных ребят важен другой олимпийский принцип – главное – участие. Развивать физическую силу, в частности, вот, выносливость тоже хорошо вырабатывается. И вообще, ну, приятно заниматься им. Если вот ты хочешь им заниматься, вот, то ты и мы будешь, как и я вот начну. Всего в Самаре сегодня открыто порядка 120 катков под открытым небом. Все они работают бесплатно. У кого нет коньков, могут взять на прокат. Важно, что в каждом районе все любители активного образа жизни могут оторваться от быта и компьютера, прийти сюда и провести время с пользой для души и тела. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Увеличить пропускную способность городских магистралей. Такая задача после снегопадов стоит перед дорожными службами Самары. Как сегодня очищали от снега улицу Ленинскую, расскажет Михаил Ермоленко. Расширение дорожного полотна и увеличение пропускной способности главных автомобильных артерий города – приоритетная задача служб благоустройства Самары. Особое внимание уделяется участкам уличной дорожной сети, недавно отремонтированным в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В частности, после окончания снегопадов, вернувшихся в Самару в конце прошлой недели, в соответствии с технологическим циклом завершается основной объем работы на улице Ленинской. На улице Ленинской задействованы 8 единиц спецтехники и 4 дорожных рабочих. Силами в благоустройстве выполняется комплекс мероприятий, а именно ведутся работы по расчистке и обработке проезжей части, расширению проезжей части, расчистке тротуаров, сдвигании снежных валов с пешеходных переходов. Убирают не просто качественно и своевременно, но и с должной бережливостью к дорожному и тротуарному покрытию, а также остальным обновленным элементам благоустройства участков, чтобы они как можно дольше служили жителям города. Где не проедет трактор, за дело берутся средства маломеханизации и дорожные рабочие. Важно ничего не повредить. Работа ювелирная, уже приносит плоды. Островки безопасности, которые устроили в рамках нацпроекта, а также дополнительные парковки, избавленные от снега. Полосы движения заполнены автомобилями. Нюансов много. Один из главных – это оставленный на обочине транспорт. Во время расчистки советуют убирать автомобиль совсем, либо переставлять на уже очищенные от снега площади, чтобы дорогу можно было сделать как можно шире. Дороги сейчас стали чистить, конечно, нормально, хорошо. Но вот из-за таких нерадивых водителей, которые бросают свои машины на обочине, ну, конечно, затрудняет уборку снега. И из-за этого дороги сужаются. Пристальное внимание специалистов Кленинской, которая проходит в исторической части города, приковано и днем, и в ночную смену. Всего же за зимний период только с этой улицы на полигон вывезли более двух тысяч тонн снега для его дальнейшей утилизации. Весной ремонт улицы Ленинская от фасада до фасада возобновится. В прожлом дорожно-строительном сезоне по нацпроекту он был выполнен в границах улиц Полевой и Чкалова. А также с опережением графика по плану 2021 подрядчик перешел и на участок от дома номер один до Венцика. В 2021 году комплексное преображение завершится на всем протяжении дорожного объекта. Это более трех километров. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Выставка картины и фотографий к 170-летию Самарской губернии в художественном музее продолжится. На официальном закрытии экспозиции живописи Александра Баканова и фотографии из коллекции Сергея Рудняева объявили, что увидеть экспозицию можно будет еще несколько дней. Самарцы проявили неподдельный интерес к представленным работам, и одного месяца для выставки оказалось мало. В Международный день селфи в музее экспозицию увидела и глава Самары Елена Лапушкина, чем уникальные работы выяснила Гульфия Сафина. Он родился и вырос в Самаре, но о том, что однажды этот край захватит все его мысли, не мог и предположить. Когда художник Алексей Баканов впервые взялся за работу над картиной с самарским акцентом, понял, как мало знает о родном городе. Так и начинался путь в проект «Самарская летопись». Я понимаю, что я ничего не знаю. Очень мало. То есть какие-то поверхности абсолютно, там вот филармония, вот драмтеатр, вот костел, кирха, тут вот, значит, храм, в котором меня крестили. Вот так мало все. А когда ты начинаешь открывать, она уже не отпускает. Это неисчерпаемая. Ширяевские пейзажи, какими их и увидел Илья Репин во время своей волжской экспедиции. Кое-где, кстати, изображен и сам автор знаменитых бурлаков на Волге. Все эти полотна Александра Баканова сегодня выставлены в областном художественном музее в рамках выставки, посвященной 170-летию губернии. Здесь же фото старой дореволюционной Самары из коллекции Сергея Рудняева. Каким был город в конце 19 века, сегодня приехала посмотреть и глава Самары Елена Лапушкина. Надеюсь, что все те люди, которые приходили сюда, узнавали много нового о нашем городе, узнавали детали, которых они раньше не знали, и в очередной раз проникали с чувством того, что, в общем-то, Самара – это действительно уникальный город. Самара – интереснейший город. Самара – город с богатейшей историей. Но и эту выставку пока не закроют. Из-за многочисленных звонков и обращений экспозиция будет доступна зрителям еще 10 дней. Мне, как человеку, который родился и живет в Самаре, очень приятно видеть такой интерес к нашей истории, к нашей природе, к нашей культуре. Видно каждого человека, видно старую Самару, видно ее прошлое, и очень хорошо видно, как жила раньше Самара. Она очень изменилась, очень понравилась. У нас еще есть 10 дней, чтобы сюда приходить, любоваться полотнами Александра Альфовича Баканова, видеть работу Сергея Федоровича Рудняева из собрания. И, собственно, это повод – прекрасное место. А сегодня еще и Международный день музейного селфи. Глобальный флешмоб с телефоном в руках. Ежегодно в третью среду января все музеи мира разрешают посетителям фотосъемку. Румяные щечки и озорной взгляд. По словам дочери Кустодиева Ирины, это она изображена на портрете, чтобы удержать собаку в статичном положении, художник привязал ее за лапку к стулу. Очень нравится этот портрет, тем, что он такой искренен. Сделаю селфи. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова